В Шимкенсе и Туркестанской области 44 женщины с ВИЧ-положительным статусом стали матерями. Среди них есть и те, кто впервые во время беременности узнали о страшном диагнозе. Родились ли малыши здоровыми, медики пока утверждать не могут. Для этого ребенок должен находиться под медицинским наблюдением более года. Сегодня у психолога Раи Мамедова непростая задача. Ее пациентка узнала о своем ВИЧ-положительном статусе на 12-й неделе беременности, сдав плановый анализ на ВИЧ. Поверить в страшный диагноз молодая женщина не может. Психологу предстоит не только успокоить ее, но и убедить срочно начать принимать противовирусное лечение. Мы некоторых мамашам и так вот уговариваем, ну пей, пожалуйста, хотя бы до рода, чтобы родить ребенка. А дальше мы с тобой еще дальше поговорим, дальше обсудим. Если будут препараты, значит родить здорового ребенка. Если у нее какие-то будут погрешности, значит забыла, не хочу, голова болит, тошнит, живот болит. Естественно, там уже стопроцентная гарантия рождения здорового ребенка никто не дает. Инфицирование ребенка может произойти на трех этапах. Во время беременности, родов и кормления грудью. Статистика показывает, что у 50% детей вирус в организм попадает во время родов. В 20 случаях – во время грудного вскармливания. За 10 месяцев в регион появилось на свет 44 младенца от матерей с ВИЧ-положительным статусом. 31 женщина узнала о своем страшном диагнозе во время беременности, сдав плановые анализы на ВИЧ на 12 и 28 недели. В которых ВИЧ выявлен во время беременности, есть и многодетные. Имеются такие случаи, когда жена беременная, у нее ВИЧ-инфекция, а муж отрицательный. Такие случаи тоже есть. Проводится эпидемиологическое расследование, но, правда, не всегда люди признают, что имели внебрачные половые связи. Только за последние 11 лет в регионе на свет появились 535 детей от женщин с ВИЧ-положительным статусом. 320 из них после продолжительного наблюдения были сняты с учета. К сожалению, 15 детей медики обнаружили ВИЧ. Остальные – 200 детей под врачебным наблюдением. Медики предупреждают, что женщины гораздо больше рискуют заразиться ВИЧ при половом контакте, чем мужчины. Это обусловлено физиологическими особенностями организма. На сегодня в Туркестанской области проживает 1799 людей с ВИЧ-положительным статусом. Из них 942 – женщины, 857 – мужчин, остальные 240 – это дети.